Здравствуйте любители тенниса и профессионалов. Сегодня хочу показать элемент, ну как его не называй, то есть скрутка со стола. Топ спин со стола слева. Сейчас начал набирать популярность, все пытаются его освоить. Очень много ракеток разбито об стол. Вот чтобы этого избежать, хочу показать как к этому элементу подойти, как его освоить. Для начала надо убрать страх. Страх ударить по столу. Ну как это сделать можно? Ну самый простой способ. Вот взяли ракетку, вот так ее чуть-чуть повернули. Вам что будет? И положили вот кулачок на стол. Положили, вот палец лежит, все. И вот так провели. Вот не страшно совсем. Рука лежит на столе. Движение, ну видите, да? Оно почти похоже. Раз и сделаем. Все. И у нас получается. Дальше. Какие тут правила или что? Чего нежелательно допускать. Сильно большого поворота. Вот если сильно вот так выйти за локоть, вот за эту линию, да? Если вот от линии начинать. Сильно вот так. То в момент поворота вот здесь фазоостановки, а касание, например, здесь. То есть у нас идет замедление и мяч практически не летит. Вот. Поэтому желательно поворот, ну вот, до линии можно чуть-чуть больше. Сделали, лежит. Выбрали нужный угол и повернули. Желательно еще чуть-чуть сбоку мяча. То есть вот так. Тренироваться лучше вот так. Вот. Стали, положили руку, да? Расслабили. И вот так повернули. 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 Все. Лежит на столе. Стукнуть мы не боимся, потому что это невозможно. Рукой по столу стукнуть не так страшно, да? Чуть-чуть. Все. По мере освоения разбрасываем по всей поверхности стола. И делаем. И немножко отрываем булочок от стола. То есть и начинаем отпускать до такой степени, чтобы рука входила свободно. То есть как мячом, как клеткой. Отпускаем, поворачиваем. Что ты делаете? Вкладываясь, опять же, все. Свободно, расправлено. Никаких зажимов. Повернули, разогнали. То есть в идеале даже вот звук появляется. Рассекающий воздух ракетки. Если вот так делается. Ниже, да? Ниже. Попадание, конечно. Я уже тренер, не спортсмен. Но тем не менее. Вот. Сюда. Просто регулируем проекторию полета. Чуть-чуть сбоку. И делаем вращения. Вот. Вышли на этот уровень оттренировали. Но вот, чтобы убрали вот этот главный страх, дальше основная ошибка многих тренеров, даже многих спортсменов, что тренируют по раздельности. Вот начинает одно это короткое. Потом начинает играть на счет, происходит ломка. Начинается замах вот сюда. И вот это же движение начинает подтверждать основную спину. Так вот, чтобы этого не происходило, мы что делаем? Мы тренируем два сразу. Короткое такси стола. Клинкинная. Короткая. Клинкинная. Короткая. Клинкинная. Организм привыкает. Можно нам два тема, один тех, один тех. Но чтобы включалось нормальный спин, с поворотом плеча, с уходом руки вниз, да? С боковым немножко вращением. Желательно. И нарываем. Всё. И так же добиваемся расстрела по всем площадям. Чтоб мозг записался. Вот эти правильные движения в момент попадания. Всё. Потом добавляем немножко силы. Добавляем. Вот. Добавляем эту силу. Причём не забываем про этот. Топ-стрит. Вот. Боковым удачным забелом вращения. Так умнее взять. Вот когда мы этого добились. Топ-стрит. Всё. Считаем. Ушёл страх. Ударит. Не боюсь совсем болеть. И инстинкт не живёт от скоростного пункта. И переходим уже. Можно переходить к спаррингу. То есть тут там вот так коротенько подают. Или. Так. Очень практично. Детей берём. Двоих ставим. Один. Вот. И подал. Потом. Длинный подал. Мяч и вишневый. Второй делает. С короткого. Чтоб спин. С длинного. В спин. То есть короткая подача. И чуть длиннее. И ребёнок тренирует. Или просто вот так подсечку надигрывает. И через дверь. Вот. Когда много шаров отыграно. Привыкаешь. И уже не задумываешь. Что и скачнулся. Сделал с резкого. Там с наката. Или с ответа. В спину перекрутил. Или с подсечки. Выкинул. И всё. И здесь короткую подальщину. Могут желательно очень хорошо. Требуется двигаться. Т.е. выходить всегда. Либо так не стараться. Т.е. выходить всегда. Либо так не стараться. Т.е. это очень сложно. А когда ножки выходят. То любой мяч становится простым. Т.е. правильный выход на атаку. Это уже. Наверное процент от 70 км. Расстреливаем. Вот. Это основные этапы освоения этого элемента. А потом мы гнев начинаем пробовать. Далее короткую. Тут что важно? Встать в левую стойку. Ноги вот так же стоят. Почему? У нас справа рука. Ключ это здесь. Рука вот входит. Мы всё достаем. Далее. Тщательно. А слева сюда замарчиваем. и успеваем только вот так, двигаться поэтому говорят, я тут мало успеваю, а справа хорошо и делят стол примерно на такое расстояние еще этот способ хорош тема меньше думы вот зона влево меньше, значит больше вероятность, что подадут куда-то сюда или придется играть откуда-то справа думать меньше, значит это но по логике вещей самое правильное положение по логике опять же в центре и играем с двух руками то есть если поставлены два столбца одинаково хорошо то следовательно, находиться в центре более эффективно к чему и надо стремиться то есть слева со стола, справа скидка на справа со стола с короткого опять же вправо тоже надо стремиться выходить на то, что можно играть прямо на столе то есть если бы он чуть-чуть поднялся где-то не было позволяем то можно бы и попросить так, ну вот у меня на этом все до следующей встречи у нас есть Продолжение следует...